День российского флага отметили и в поселке Октябрьский. Празднование проходило в военно-спортивном лагере «Авиатор». Активисты Общероссийского народного фронта поздравили юных воспитанников детдомов, а после для курсантов устроили концерт. Владимир Маркин обо всем подробнее. Для этих юных патриотов слово «Родина» значит многое. В военно-спортивном лагере «Авиатор» курсанты отмечают День российского флага. Здесь собралось более 200 детей от 10 до 18 лет. Все они – воспитанники детдомов и корреляционных учреждений. Но для каждого этот лагерь стал почти родным. Многие здесь уже не в первый раз. В этот знаменательный день, день флага Российской Федерации, им оказали, в общем-то, внимание. Для них это неоценимая будет польза, и они допомнят этот день на всю жизнь. Порадовать юных авиаторов приехали и активисты Общероссийского народного фронта. В честь праздника сделали подарок – флаг Российской Федерации. Детей ждало еще одно поздравление, но уже с воздуха. Такие мероприятия очень важны для становления разума подростка, патриотического воспитания, чтобы в будущем эти люди несли почетное звание гражданина нашей страны. Лагерь «Авиатор» уникален. Его аналогов в России нет. Его основали в 2000 году. Основные направления здесь – это изучение авиатехники, обучение вождению автомобиля и первоначальная военная подготовка. Тут здорово то, что парашютизм тоже развивают. Я парашютистка сама, не первый прыжок уже. Каждый раз волнуюсь, но это здорово на самом деле. В заключении – праздничный концерт. По словам активистов ОНФ, такие мероприятия помогают детям больше сосредоточиться на важных жизненных ценностях и определить свое будущее. Владимир Маркин, Сергей Павлов, Новости губернии.